Он появился в интернете не так давно и за короткое время стал едва ли не самым популярным и обсуждаемым в ЖЖ-блогером. До сих пор его знали под ником Харт Ингуш и никто никогда не видел в лицо. Харт Ингуш пишет о войне, которую у нас в стране сейчас принято вроде как не замечать. Спецоперации по обезвреживанию террористов, вся правда о том, что происходит сегодня на Северном Кавказе, детали, подробности, которые никого не оставляют равнодушным. Что здесь правда, а что вымысел? Кто скрывается за ником Харт Ингуш и почему он выдает военные тайны? Блог-пост. Самый засекреченный блогер в России впервые рассказывает о себе в программе «Неделя» Александра Натсадны о том, как спецназ захватил интернет. Ингушетия, село Далакова, спецоперация. Там за кирпичными стенами боевики, на улице спецназ и бронетехника. Для кавказских сел это привычная картина, необычно другое. То, что эти кадры стали доступны всем. Об этих событиях с юга в другой раз прилетела бы скудная информационная строка, и все бы затихло. Но на этой операции был Харт Ингуш, один из спецназовцев. Он же известный и самый таинственный блогер, чей живой журнал взрывает интернет-пространство своими откровениями 8 месяцев подряд. Коротко и лаконично. И огромный рейтинг. 8 тысяч подписчиков и 150 тысяч человек каждый месяц в гостях у Харт Ингуша на его страничке в ЖЖ. То, что это возможно, многим верится с трудом. Харт Ингуш – это совсем не боец спецназа, а блог – заказной проект в целях развития толерастии среди россиян. А Харт Ингуш – очевидный пропагандистский проект. Знакомьтесь, этот человек в маске – тот самый секретный спецназовец и блогер. Харт Ингуш – это его первое интервью. Может быть, это самое опасное. Моя спецоперация – встреча с вами. Встреча с журналистами готовилась долго, как секретная спецоперация. Контакт через доверенных людей. Полная конспирация и снайперы по периметру. Мы обещали изменить голос и лишнего не спрашивать. Ведь получается, он между двух огней. Это, в общем-то, связано с тем, чтобы перед своими не расшифровывать, кто ведет блог. Потому что о том, что я его веду, знают всего, наверное, человек шесть. Эти камни разрушенного стадиона спрятались где-то между Осетией и Ингушетией. Не Колизией. Но на этой разбитой арене сегодня тоже зрелищно. Вот он, не амбал и не гусар. Затянут потертый камуфляж. Здесь такие все носят. Разве что взгляд из-под маски выдает два его высших образования. Я себя блогером, если честно, особо и не ощущаю. В общем-то, приехать, рассказать несколько слов о том, что происходило, я не ощущаю себя некой звездой интернета. Кто же скрывается под ником Харденгуш? Кто он? Реальный персонаж или былинный герой? Проект спецслужб или правдолюб в камуфляже? А тогда, как это возможно? Ведь все, что касается работы спецотрядов, военная тайна с прорезями для глаз. Вой в селе Далаково – последнее, что он рассказал в своем блоге. И все увидели интересные детали, о которых без него вряд ли бы узнали. Не стреляй! Пусть автомат на двор выбрать! Нище автомат сюда! Возьми автомат, принеси сюда! Вот отец одного из боевиков. Он ходил на переговоры, чтобы сын вышел и сдался. Но те, кто в доме, его не услышали и обстреляли в собственном дворе. Автомат в руках. Единственное, что он принес своему векам. Давай, выходи, пожалуйста, я тебя прошу. Зачем тебе это? Эти уговоры – переговоры оперативников для тех, кто в доме последний шанс на жизнь. Но вместо белого флага – телефонные гудки. Дальше – только свинцовые аргументы. Эти рассказы о войне попали в самое яблочко. Ведь кроме него этого не делает никто. Но информационный вакуум из зоны КТО заполнил он, боец спецназа. Часто читают там в комментариях, что да, вычислили бы в пять минут. Я скорее как тот невыловимый джог, которого никто не ищет. В общем-то особого ажиотажа по поводу блога я здесь не замечаю. Харденгуш говорит, как только чувствует, что начальство где-то рядом, ведь по выложенным кадрам несложно догадаться, кто был на спецоперации. Он ловко маскируется. Когда оно начинает там докапываться, кто у нас ведет блог, я просто выкладываю фотографии другого подразделения и рассказываю, что это мы. И руководство затихает. Правда войны от Харденгуша кому-то не нравится. На выложенные им в сеть видеосъемки поступали жалобы. Его канал в Ютьюбе заблокировали. Такая вот правда жизни у спецназа. Держись, давай, нормально все будет. Хорошо? Много гадского сняла, а в животе пуля. Пуля вот здесь. Вот она. Принай себе. Он не скрывает, с бандитским подпольем здесь разбираются по всем законам военного времени. Ох ты, блядь. Все, попал. Он дергался. Я не отрицаю, что есть и пытают. Но опять же, взять человека просто, как говорят, командированные понаехали и пытают. Здесь нельзя взять человека просто и пытать. Это может сделать только местный. Местный сотрудник правоохранительных органов, который знает, какой ТЭП впишется за этого человека, а какой нет. Так все-таки кто он и почему ему это позволяют? А может быть, его живой журнал в интересах самих спецов? Ведь явных военных тайн он не раскрывает. А молодежи интересно, как там, на настоящей войне. Пока ясно одно. Пропаганда от первого лица, хоть и под маской, работает лучше целых спецотделов. Смотрите, сопротивление бесполезно. А что, что, да нет? Далее, ладость не помнит. Отработай. Происходят потери по раму, что ему дают возможность, то есть, фактически, вместо того, чтобы штурмовать его, Сначала ему дают возможность подготовиться, оценить обстановку, занять удобную позицию, достать боеприпасы. Вот и этот бой в поселке Далакова оказался непростым. Пока спецназ крушил из БТРов один дом, из другого соседнего по ним открыли огонь. Потом в своем блоге Харденгуш напишет. Привет. Вернулись из Далакова. Сил мне осталось, чтобы что-то рассказывать. Потеряли сегодня одного хорошего человека. Как-нибудь расскажу вам о нем. Я его хорошо знал. Часто работали вместе. В том бою погиб его друг Джамбулат Амир Арсланов. Вот он, командир разведроты, еще живой. Через мгновение он сделает шаг во двор, где засели боевики, и погибнет. Моя мечта вырастет детей, чтобы во время моей службы не было ни потерь. Это интервью спецназовец давал незадолго до гибели. Крепкий, опытный. Он, как и многие бойцы, стеснялся телекамер, не чувствовал себя героем и мечтал о простых вещах. Подрастающие поколения могут спитывать. Таким образом, чтобы, как вы сказали, чтобы я в форме вышел, меня уважали. Как военного Российской Федерации, как военнослужащего. Как это раньше было. То, что его работа опасна для жизни, Джамбулат хорошо понимал. Но за время, когда он был ротным, его бойцы все были живы. Но так бывает не везде. В соседней республике недавно погиб его двоюродный брат. Тоже ротный. Тоже спецназовец. Двое смертников подбежало. Зорвали себя. И брат погиб. У брата стала жена. И трое летит. Два сына, и дочь. Это была его обычная работа. Построились, погрузились на броню. И с ветерком однозначное место. Вот только никогда не знаешь, чем такая прогулка по дорогам Мирной Республики может закончиться. Но об этом они никому никогда не расскажут. Я скромный. Ну вот ты наконец-то улыбнулся впервые за весь разговор. Возможно, этот информационный пробел заполнил Харден Гуш со своим блогом про живых и мертвых. И о том, что в тысячи километрах от столицы сегодня, как и прежде, еще стреляют. На прощание он передает привет тем, кто его знает. Пользуясь случаем, хотим передать привет Томскому СОБРу, Владивостоку, особенно их родственникам. Молодцы ребята, с ними вместе работали. Так делали солдаты Второй Чеченской войны. Ведь что с ними произойдет через секунду, здесь неизвестно никому. Теперь к старым традициям Харден Гуш добавил новый тренд. Интернет как автомат. Работает безотказно. Все подробности в его живом журнале. Александр Натсадный, Евгений Довиденко. Неделя. РЕН-ТВ.